Вечная скорбь и неутихающая боль. Вся страна вспоминает события 80-летней давности. 22 марта 1943-го фашисты сжигают Хатынь вместе с ее жителями. В один миг обрываются жизни 149 человек – стариков, женщин и детей. Святое место для каждого белоруса посещает президент. К памятной дате здесь проводят масштабную реставрацию. В этот день у братской могилы советских военнопленных, где покоятся 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, собираются и бобруйчане. Кровавая трагедия отпечатывается в сердце каждого. И сегодня, когда не просто замалчиваются факты геноцида белорусского народа, а когда идет откровенная фальсификация данных, когда идут откровенные вбросы, которые направлены прежде всего на то, чтобы нас разобщить и унизить, мы не имеем права забывать о Хатыни. Мы не должны позволить разобщить нас, и мы должны жить и созидать. Стремление видеть республику сильной и независимой объединяет белорусов. У Кировского райисполкома собираются участники автопробега. Люди разных возрастов, профессий и увлечений вместе под государственным флагом. Тот самый случай, когда один за всех, а все за страну. Пункт следования – мемориальный комплекс Борки. Напоминаем ту трагедию, которая произошла в нашей земле, и хотим донести ее потомкам, чтобы не забывали ту боль, которую перенес наш народ, те страдания, что перенесли люди, которые были в Хатыни, в Борках, чтобы не забывалось это, потому что, глядя на ту ситуацию, которая сегодня происходит в мире, мы очень близки к тому, чтобы это все повторилось. Митинг-реквием посвящают памяти трагедии в Хатыни и всех населенных пунктов, уничтоженных в годы Великой Отечественной. В Кировском районе 15 июня 1942-го происходит одна из самых крупных карательных операций нацистов. Погибают свыше двух тысяч человек. Мужчины и женщины замирают в минуте молчания, возлагают цветы. Это величайшая трагедия, это святое место для нас всех. И когда находишься здесь еще острее, воспринимаешь такие слова, как мир, спокойствие, созидание. И надо делать все для того, чтобы не происходило тех страшных трагедий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, это не одна деревня, которая сожжена. На территории Могилевской области больше, чем 112 деревень. И сколько там погибло жителей. Безусловно, сегодняшнее мероприятие для молодежи и для моего поколения очень важно именно с точки зрения сохранения памяти. Потому что та трагедия, которая произошла в Хатыни, в деревне Борки, безусловно, она должна остаться в памяти. Для того, чтобы эти события никогда больше не повторялись. Мемориал в Борках реквием по всем жертвам огненных деревень. Тут все понятно и без экскурсовода. Фамилии, воспоминания, говорящие скульптуры. Вот мать склонилась над колыбелью и оплакивает свое дитя. А здесь амбар. Из него пытаются выбраться люди. В память о загубленных жителях деревни закладывается хвойная аллея. Девять молодых сосен – символ жизни и вечности. Колодец с застывшей черной водой. В таком, только настоящем, фашисты живьем топили маленьких детей. Тех, кто постарше, поднимали на штыки, экономили патроны. Теперь сюда несут игрушки тем, которые так и не успели вырасти. Великое отечественное для синяокой, испепеляющий напалм. За время оккупации фашисты проводят более 140 карательных экспедиций. Разрушают 2900 сел. 628 сжигают вместе с жителями. Одни падают в боях, другие погибают в концлагерях. Героизация нацизма, подмена понятий и переписывание истории – это точно не про белорусов. Подвигу народа жить в веках. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.